Здравствуйте, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на моём канале, и сегодня поговорим об истории легендарного оружия из мира World of Warcraft. Атиеш – большой посох стража. Вероятно, для того, чтобы уменьшить страдания игроков, разработчики решили смягчить условия игры. Следующий легендарный предмет классического World of Warcraft тоже был завязан на фарме в рейдовых подземельях, но очень уж редких предметов он не требовал. Это был Атиеш – большой посох стража. Но прежде чем говорить о технических деталях, давайте узнаем немного об истории оружия. Медив владел многими могущественными артефактами, в числе которых был Атиеш. Посох был наследственным оружием хранителей Тирисфаля, созданным в незапамятные времена из семян ненависти. Напомню, что хранитель Тирисфаля всегда был один и избирался тайным советом магов, дабы обеспечить безопасность из эрота от проникавших в него демонов. Соответственно, ему полагалось иметь подобающее оружие. Медив, как последний хранитель, не только владел посохом, Саргерас помог ему усилить это и без того мощное оружие. После смерти Медива посох был перенесен в Даларан. Конечно же, многие маги Керентора пытались овладеть столь внушительным инструментом, но практически всех их позже находили мертвыми. В силу этого Атиеш, Большой Посох Стража, поместили замочный барьер и переставили к нему охранника Анджелу де Сантос. После того, как Архимонд разрушил город магов, барьер пропал и посох разлетелся на мелкие кусочки. Кусочков показалось 42 штуки. Основание, навершие и, собственно, 40 частей основы. 20 кусков основы смог собрать один из магов Керентора, Тарсис, который сам по себе был весьма интересной фигурой. Остальными, в том числе и навершием, завладела плеть. После того, как Наксрамас прибыл в Чумные земли, Тарсис был захвачен переспешниками Келтузада и помещен в Наксрамас. Естественно, что его 20 щепок тоже достались Личу. Келтузад, как бывший член Керентора, прекрасно знал, что попало ему в руки и поэтому оставил навершие себе, а щепки раздал своим приближенным на хранение. А вот с основанием Атиеша приключилась глупая история. Поначалу его каким-то образом смог заполучить Бранбранзобородый, великий во всех смыслах путешественник. Потом его занесло в Анкираж. Где он ухитрился потерять его? Чего там конкретно случилось, мало кто знает. То ли его оура поглотил и выплюнул, то ли сам Ктун поперхнулся. История, да и сам Бран, об этом умалчивают. Так или иначе, Бран выбрался из очередной переделки. Но часть посоха так и осталась в Анкираже. Как видим из этой исторической справки, осколки посоха нужно было фармить в старом Наксрамасе. Они подались боссов подземелья, навершия скелтузада, а основания в анкираже. То есть главные запчасти подались двух самых сложных боссов того времени. В актуальное время получить их мог только человек, занимавший не последнее место в хардкорной рейдящей гильдии. Да и во времена The Burning Crusade добыть его было не так легко. Старый Наксрамас на 40 человек требовал как пару десятков хорошо одетых ребят, и организация таких фанрейдов для получения посоха самого Медива требовала определенных усилий. Стоит отметить, что на фоне остальных легендарных предметов этот посох выглядит не очень выразительно. Такая себе палка с набалдашником. Впрочем, этот посох имел любопытную анимацию. Время от времени вокруг его владельца начинали кружить вороны. К сожалению, во время перелета Наксрамаса из Восточных Королевств в Нордскол часть имущества была утеряна, в том числе и осколки посоха. Так что теперь его получить невозможно. Поэтому на сегодня Атьеш по праву считается одним из самых редких легендарных предметов из мира World of Warcraft. По некоторым сведениям, им владеют всего несколько сотен человек, а стоимость аккаунта с ним может достигать 1000 евро. Кастеров же разработчики удовлетворили уже в катаклизме, выдав им гнев дракона, вечный покой через Госса. На этом история легендарного оружия из мира World of Warcraft подошла к концу. Если вам видео понравилось, вы можете подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Всем хорошего ролла, до свидания!